Всем привет, добро пожаловать в новый блог. Возможно, это будет даже шоппинг-блог. Я особо на это не настраиваюсь, но будем смотреть по обстоятельствам. Мне нужно съездить в торговый центр по той причине, что нужно вернуть камеру, которая снова мне не подошла. Она не соответствует моим требованиям. Я предпочитаю такие вещи отдавать в руки, а не отправлять почтой или курьером. Мало ли что-то там разобьется, и потом я потеряю деньги. Снова прогадала, как вы уже поняли. Также мне нужно купить кое-какие вещи детям в нужных мне размерах. Что-то я заказывала онлайн, это так и не пришло. Также некоторые вещи постоянно распроданы в наших размерах, так что со сменой сезонов появилась острая необходимость обновить детский гардероб, особенно это касается старшего, который вытянулся. И все вещи малы. Так что поехали. Если все будет хорошо, то попримеряем что-то из новых коллекций. Так как многие интересуются, чем я накрашена в видео, то в двух словах скажу. Тушь у меня варьете от марки Эвелайн. Это их новинка. По формуле и по щеточке похожа на кабаре. Удлиняющая, разделяющая, очень классная. Помада моя самая любимая от марки Сифора. Ну ладно, одна из в оттенке 13. Купила ее повторно. Холодный лиловый оттенок. И хорошо держится. И тени у меня из вот этой палетки. Сейчас максимально часто ею пользуюсь. Красивые оттенки как на каждый день, так и что-то поярче накрасить. Ну а теперь точно поехали. Ранее примерочные были закрыты, но так как у нас хорошая тенденция, сейчас все можно примерить, надеть на себя. И мы сейчас находимся в H&M. Пойдем искать что-то интересное. Помните, я показывала вам топ недавно во влоге? С вот такими рукавчиками, с квадратным вырезом. Сейчас в новой коллекции представлены и платья. Это натуральный материал, красивый кремовый оттенок, яркий красный и черный. Черный летом тоже красиво смотрит. Очень простая, банальная и невзрачная вещь на вешалке. Базовое платье-рубашка в коричневом-бежевом оттенке. Я вас уверяю, что это очень универсальная вещь. Много изделий из льна, в том числе такая рубашка хаки, как у меня. Я бы хотела такую же белую. Очень крутая. Мне кажется, я совершенно случайно нашла идеальную джинсовку. Она такая, как надо, немножко объемная, слегка потрепанная. Нравится или нет, я такую люблю. В каких-то расслабленных образах и цвет очень красивый. Супер модные и удобные куртки-бомберы, которые можно носить и как рубашку. И просто поверх чего-то надевать. Они удлиненные, объемные, бывают вельветовыми. Или из вот такого плотного материала. Эти по качеству классные. Очень много удачных брюк, в том числе джинсов. Вот эти просто прямого кроя, на завышенной талии, без ненужных каких-то деталей. Отлично. Мой личный фаворит, это мягкий жакет на лето. У меня есть такой серо-коричневый, посветлее этот, более в оттенке хаки. С вот такой белой подкладкой. Я носила его так много вообще в течение года. Я вам передать не могу. И вот если ищете что-то похожее в красивом нейтральном оттенке, то это он. Чтобы сейчас не останавливаться на каждой вещи по отдельности, я поищу для вас ссылки. Я оставлю в инфобоксе. А сейчас я принимаюсь за составление нарядов. И я надеюсь, что что-то достойное нам удастся сегодня открыть. О, вау! Вот так я могла бы выйти прямо из магазина и пойти по своим делам. Жакет, который я вам показывала, он у меня в 34 размере. Брюки также. Или 34, или XS. Брюки выполнены из очень тонкого, приятного материала. То есть, если вы предпочитаете закрывать ножки или любите носить брюки летом, то вам они однозначно придутся по вкусу. Сейчас освобожу руки и покажу вам их поближе, как они выглядят. Сумка не самая удачная, но просто для образа я хотела подобрать именно такую, более трендовую. Я бы сюда взяла именно черную сумку для того, чтобы поддержать обувь. У меня есть очень похожие обувь из Зары с прошлого года. Эти сделаны типа как под замшу, очень удобные. И, кстати, эти не будут слетать. У меня 37,5, и я сейчас взяла 38. Как раз хорошо все сидит, и они очень классные. Мне нравятся брюки, жакеты. Из аксессуаров даже ничего не хочется добавлять. Оставлю только свои часы. Кстати, в топе я также пришла. Он из Stradivarius. Это топ-бандо. Сумку можно взять любую, хоть соломенную. Но вот такая в форме клатча придает больше элегантности, больше какого-то шарма. С такого плана сумками любой даже расслабленный, очень удобный прогулочный образ может смотреться даже по-вечернему. Брючки супер стильные, удобные, свободные. Не сковывают движения. Абсолютно не парящая ткань. Мне нравится высокая посадка. Я считаю эти брюки находкой. Ткань, брючек поближе. И жакет. На нем красивые такие черепаховые пуговицы. Невероятно стильная вещь. Что-то для любителей поярче. У меня, кстати, есть именно такой обруч. Топ из лимитированной коллекции. Но, честно говоря, я бы его не носила без ничего. Не знаю, во всяком случае, мне такое не очень идет. Здесь также есть тонкие лямки. Но мне нравятся ткани, с которой он выполнен. То, что он такой укороченный, кропнутый. Можно завязать бант. Но мне нравится, когда вот так все просто болтается. Джинсы прямого кроя, голубого цвета. И нюдовые босоножки. Очень универсальные. Они будут подходить ко всему, что бы вы ни надели. К платью, к юбке. И это очень-очень удобная модель. Я прям вообще не ощущаю ни каблук. Меня они как-то особо не пережимают. Хотя на камере может выглядеть по-другому. Но в них, мне кажется, можно даже пойти на какую-то не слишком долгую прогулку. Или когда просто есть настроение чуточку принарядиться. Но при этом все же оставаться в стиле casual. Обувь спокойно можно сменить на любую. На плоском ходу. Но я бы выбирала именно нюдовую расцветку. Скажите, какой из образов вам понравится больше всего? Пока что мой первый. Наверное, даже этот. Самый любимый. Ну, посмотрим, на какой нотке закончится этот шоппинг-блог. Здесь такой странный свет, что смотришь на себя в зеркало и хочется сразу идти умирать. Как будто все осень-осень плохо. Вы знаете, это платье в реальной жизни очень красивого, насыщенного, алого цвета. Оно свободненькое. На мне, по-моему, самый маленький размер. И при этом, видите, что оно сидит не в облипку. Мне нравится длина. Даже на высоких девчонках будет смотреться хорошо. И так нечестно. Потому что это платье мне нравится даже больше, чем то из резерв, которое я вам показывала. Оно какое-то более такое женственное, более благородное, что ли. Тут тоже классное, но как бы casual. Чисто casual, а это можно и с каблучком надеть. И с, как бы их назвать, с кроссовками на такой плетеной подошве. Это даже не эспадрильи, не совсем, да, видите, они такие полуспортивные. Кстати, я взяла себе 37 размер, и они мне идеально подошли. Как раз то, что нужно. И они не чисто белые, а скорее кремовые. Я не видела других расцветок, но эти смотрятся на ножки очень аккуратно, очень симпатично. Они легкие, они удобные. Нога в них, ну, знаете, не как на колодке. То есть можно сказать, что удобно. Эти я точно возьму. И что же делать с платьем? Это натуральные материалы. Я показывала вам вначале, что есть в разных цветах. То, что там так тарахтит. Я бы не носила это платье полностью застегнуто. Мне нравится, когда немного видна нога. Поэтому я бы, наверное, еще одну пуговицу расстегнула. У меня уже есть моя любимая джинсовая куртка, но специально для вас также взяла померять. Это размер XS. То есть видите, что она объемная. Мне кажется, что она сидит очень хорошо. И даже с этим платьем вот так набрасываем. Удобная обувь. И вперед гулять. Совсем скоро все уже будут выходить, поверьте мне. Это не будет длиться вечно. Ну, я надеюсь, что в таких видео мы с вами встречаемся больше для настроения, для вдохновения. Для того, чтобы как-то развеяться, расслабиться. И здесь же никто никого не заставляет ничего покупать. Я очень люблю примерять, в принципе, даже то, что у меня уже висит в кардиробе. А в магазинах все-таки больше каких-то вещей. Можно попробовать новые комбинации. Просто, но очень симпатично, практично, даже с маленькими детьми. Босоножки очень удобные. И цвет, который хорошо сливается с кожей, то есть визуально у нас удлиняется нога. У меня есть еще с прозрачной такой силиконовой штукой спереди. Но эти настолько мягенькие. Что делать? Что делать-то? И вот эти, да, я обязательно возьму, потому что я себе хотела нечто такое для наших многочисленных прогулок. Только я переживаю, что это ткань. И кто-то из малых мне как наступит на ногу, будет мне мода. Это жакеты Огонь. Если бы у меня не было похожих, я бы однозначно себе взяла и один, и второй. Потому что я знаю, сколько раз я надевала все свои вещи именно в таких цветах. И вот этот, он все-таки не такой серый, как мой. Он более бежеватый, более теплый. Кому нужны такие вещи, это не слишком такой официальный жакет. Прям от души советую. И брючки тоже отменные. У меня был 34 размер. Они должны быть немножко помятыми, поэтому их можно отпарить. Но сразу издалека будет понятно, что это натуральный материал. Мне кажется, что летом таким вещам это простительно. Хорошо будет смотреться и с джинсовкой, и с любыми другими оттенками. Даже с вот этим жакетом. Топ нейтральный или поярче. Сейчас, секунду. Добавляем какое-то коричневое. Вот брала шлепанцы, померять 38 размер. Не знаю, сейчас смерну и глянем. Но вообще, вот такое сочетание лично мне очень нравится. Или вот такое. Или даже с хаки. Вот что значит база. Сразу миллион сочетаний. Может мне все-таки посчастливится, и я найду в своем размере купальники. Очень люблю купальники из H&M. Они прочные, красиво сидят. Я вам показывала в прошлый раз, какой я себе взяла. И вот шляпки тоже. Сейчас померяем и с вами посмотрим. Еще один красивенный нюдовик. Я только в этом году потянула на шляпы. Как вы можете видеть. Какая она красивая, очень легенькая. Создает хорошую тень. Поля широкие. Есть и более скромные. С меньшими полями. Такие casual, можно сказать. Это прям... Чувствуешь себя сразу леди. Я хожу в маске и в перчатках, как и все. И соблюдаю дистанцию. Вот так. Так, девчонки, запоминаем. Все, кто страдает тем, что просвечивается белье, что его видно. В H&M есть очень удачная модель трусиков. Это бесшовное белье. Здесь две штучки. И они есть с высокой посадкой в разных расцветках. Можно вот черное подобрать. На высокой талии. Немножечко моделирующие. И я себе беру их в размере S. Чтобы они не превращали меня в шарпея. И с прошлого года ношу. Они очень прочные. И также я вижу, что сейчас появились очень красивые топы. Боди в цвете загорелой кожи. Есть еще и черные. Такие же. И вообще в H&M сейчас очень-очень симпатичная коллекция базового белья. Если вам нужно что-то такое не секси-шмекси, а именно чтобы надел, знаете, как дома, как без ничего, то наведайтесь или загляните в онлайн-магазин H&M. Там все-все-все это есть. Но в реальной жизни, конечно, еще больше глаза разбегаются. Это вообще не знаю, что тебе надо. Мне сложно попасть с размером в H&M. Поэтому я беру только такое. Потому что я ношу 65C, а здесь такого нет. Очень много красивых подвесок. Мне кажется, что у H&M в этом году одна из самых красивых коллекций. Если вам нравится что-то помассивнее, то пожалуйста. Если хочется чего-то абсолютно нежного, то вот такая история. Перчатки у меня суперкрутые. Нужно найти что-то поудобнее. Ракушечки классные. Не люблю я такое носить, но вдруг вы ищите вот эти все с тоненькими лямочками босоножки. Очень красиво, нежно, в розовом цвете и в базовых тоже присутствуют в коллекции. Я даже не ожидала, что мне столько всего понравится, честно. В Манго много хорошей базы. И еще я заметила, что есть целое отделение с денимом. Гляньте, какой интересный костюм. Правда? Микросумочки. Это даже не мини, это микросумочки в разнообразных расцветках. Но вопрос, что здесь носить. У меня в сумке даже мелочи нет. Что я взяла померить? Во-первых, мне интересно, как я буду выглядеть в такой блузке. Это сейчас очень модно. Бывают такие супер острые, длинные воротнички. А этот более аккуратный. Я думаю, что для начала самое то. Но я не уверена, честно говоря. И этот комбинезон. Я фанат комбинезонов. На самом деле, это не самая практичная вещь. Но люблю их. Ничего не могу с этим поделать. Мне кажется, я поняла. Вот эти микросумочки, они больше в качестве аксессуара. Действительно, туда можно класть какую-то помаду. Не более. Посмотрите, видите, как носила пакет. Чуть руку себе не отдавила. Нет, все-таки я не совсем понимаю, куда носить такой комбинезон. Потому что ткань слишком плотная. Она дубовая. И даже как-то вот он в некоторых местах оттопыривается. И мне это не нравится. У меня размер S. И, честно говоря, меньше даже не хочется. Я вот не знаю. Когда жарко и хочется надеть комбинезон с открытыми ногами, то в этом будет жарко. Опять же, если прохладно, то комбинезон не наденешь. А эта ткань на жару, ну никак не годится. Кстати, я как-то была скептически настроена к этим сумочкам. Они смотрятся прикольно. Особенно мне нравится сочетание джинса с оранжевым, с каким-то таким насыщенным. Или вот с лиловым, чем-то понежнее. Также с бирюзовым. Очень-очень свежо. Красиво по летнюю весеннему. Но комбинезон скорее нет, чем да. Потому что я же вам говорю, что два раза подумайте, куда вы его будете носить. Уж лучше взять с длинными штанинами. Я нашла очень крутой вариант на Алиэкспресс. Заказала, возможно, там будет что-то прикольное. Посмотрим вместе с вами. И очень стильные очки. Такие, знаете, подо все. Так что, если вы носите очки из масс-маркета, то обратите внимание. Шортики не прилегают, ничего не обтягивают. Мне это очень нравится. Я боюсь, что если взять XS, то он будет еще короче. Я сейчас такое ношу крайне редко, разве что дома. И с белой обувью, такой спортивный, мне кажется, вообще бомба. Мне было интересно его померить, так как я видела его онлайн. И я откажусь от этой покупки. Но если вы знаете, что вы носите такие вещи, и знаете, до какой погоды вы их надеваете, то, да, по качеству он, конечно, хороший. Ни к чему не придерешься, и вырез не слишком откровенный. То есть для каких-то активных занятий тоже хорошо подойдет. Вот только, не знаю, нужно подумать. Цена у него хорошая, между прочим. Вот визуально мне нравится, как это выглядит. Я бы ходила с соломенной сумкой. У меня не такая, а круглая. Я ее очень люблю. С практичной точки зрения я просто выражаю вам свои мысли. Так что я ухожу без него. Пожалуй, это единственный вариант, в котором я вижу такого плана блузку на себе. С самыми обычными джинсами. Можно даже посветлее. Мне очень нравится, когда есть такой своеобразный микс стилей. Здесь все женственно, и на ногах у меня очень-очень классное. Вот почему я не могу найти такие же, только кожаные. Цены бы им не было. Это обычные кеды без каких-либо украшательств. Они очень удобные, но они не из натуральной кожи. И это единственное, что меня останавливает. Ну, господи, насколько же они красивые. И вот так я, наверное, бы ходила. Но блузку я покупать точно не стану. Скажите, пожалуйста, с чем вы видите такую вещь? Мне будет интересно почитать. Вот, пожалуйста, еще один мягкий жакет. Но тот из H&D мне нравится больше. И цена здесь гораздо выше. Почти в два раза. Заметила много повторений. По-моему, некоторые трендовые вещи и аксессуары перешли в базу. У меня такие, ну, не такие, а очень похожие есть с прошлого года на устойчивом каблуке из мохито. Если вы искали, еще тогда не смогли найти, то теперь знаете, где они продаются. Видите, что в этом году такая очень спокойная, в основном, цветовая гамма. Ну, это и хорошо. Манго в этой коллекции есть красивые вещи. Но в основном то, что мы с вами или примеряли, или то, что у меня есть в гардеробе, как-то меня особенно ничего не вдохновило. Поэтому мы идем дальше. Мы переместились в Зару. Первое, что бросается в глаза, это огромное количество всевозможных рюш, каких-то таких романтичных вещей. Но у них, я думаю, в курсе, да, есть разделение на базу, на какие-то трендовые штучки. Давно у меня такого не было, чтобы в Заре мне практически ничего не понравилось. И чтобы мне не хотелось хотя бы ради интереса что-то померять. То ли они еще не успели ничего доставить, а торговые центры у нас работают уже больше двух недель. То ли, не знаю, у меня закончились варианты. Шляпу взяла одного образа, но зато есть очень классные сандалии. Первый наряд в Заре немножко в стиле похом. Мне нравятся такие платья распашонки, потому что они продуваются в них, не жарко, они не требуют какого-то специального ухода. Это то, что можно взять с собой в отпуск, если мы поедем. Я верю, что мы поедем, как минимум, на Польское море. У меня размер S. Можно смело брать XS. Если вы невысокая, потому что, как вы понимаете, то, в принципе, размер не имеет значения. Можно есть, можно беременеть, можно делать все, что угодно. запрятать еще одного человека, потому что это очень свободное платье. Но такого плана платьица мне очень нравится с сандалями. Это как открытые спадрильи, или как они там правильно называются. В моем понимании, это просто сандалии, и они, конечно, супер стильные. Я взяла себе 37-й размер, и хорошо. Единственное, что если у вас широкая нога или косточки, то может немножко сжать, и вот это меня слегка смущает. Поэтому я еще подумаю, потому что с косточкой мне шутить нельзя. Посмотрите, какое освещение из зари. Вы видите разницу? В целом, мне очень нравится такое сочетание. И я бы так ходила летом. Музыка громкая, но с разным настроением, хорошее. О боже, тот случай, когда в классике, мне гораздо лучше. Пусть это не считается, но скажу вам кое-что. Я смотрю одного блогера из Кракова, и она составляет классные цветные наряды. Вообще, такая вдохновляющая женщина. Но она часто надевает такого плана вещи. Я смотрю на нее, думаю, как красиво, как красиво. Нужно и мне померить. Я как какая-то, не знаю, бабка с рюшами. Это ужасно выглядит на мне. Нет. Если вам нравилась такая белая обувь онлайн, то смотрите, как удобно сделано, чтобы нога не выскальзывала. Здесь вот есть такая перемычка между пальчиками. Но я взяла себе 37 размер, и, к сожалению, они мне вот здесь широки. А по длине хорошо, поэтому, если у вас очень узенькая ножка, то, к сожалению, это не вариант. Зато сандалики могу однозначно рекомендовать. Это также кожа, но это плотная кожа, и мне своими косточками лучше не рисковать. Мне прям до слезы обидно, потому что они выглядят очень достойно, кажутся прочными. Я думаю, что они спокойно послужат не один сезон. Хочется на это надеяться. Они супер стильные. Если бы не моя вот такая проблема, я бы однозначно увезла их с собой. И у меня, еще раз повторюсь, 37 размер, и они прям хорошо сидят, и даже на узенькую ножку они подойдут. Как сейчас выглядит Sephora? Все закрыто пленкой, ничего трогать нельзя. Но если попросить консультантов, они любезно покажут все сводчи, все, что нам интересно. И нашей последней лиловой остановкой будет магазин Stradivarius. К сожалению, во многих магазинах снимать не разрешают, поэтому где-то я что-то подробнее рассказываю, где-то только в примерочной. В Stradivarius нельзя. Значит, смотрите, я взяла две сумочки. Вот эта смотрится очень прикольно, как такой пельмишек. Можно найти сумку, которая будет чуть более ровной, или вот эту как-то выровнять. Короче, сейчас будем смотреть. И вторая. Помните, в Zara в зимней коллекции были очень похожи, если не такие же, но из кожи. И у меня есть такая красная. К ней также прилагается длинный ремешок. Еще из интересного взяла помирить босоножки. Мне кажется, что с платьем они будут смотреться симпатично. Но вот такие истории, конечно, скорее всего, не для меня. Еще в их коллекции есть интересные шлепанцы. С такой косичкой спереди и с небольшим каблучком. Но они все здесь распроданы. Остался только 41 размер в одном цвете. Оставлю вам ссылку внизу, о чем идет речь. А такие также есть в карамельном цвете. Но я взяла посветлее. В номинации самые удобные босоножки. И такого плана побеждает бренд Stradivarius. Они действительно комфортные. Каблук уже смотрите сами. Но что касается вот этих полосок, то они, конечно, не сильно, вот так знаете, вживляются в ногу. И хотят ее уничтожить. Поэтому, если бы я выбирала вариант для себя, чтобы купить, именно были бы вот эти. Дальше. Сумка пельмень. Ну, такая, сомнительная. Просто хотелось взять что-то милое и светлое. А вот платье совершенно не для меня. По той причине, что здесь, во-первых, очень глубокий вырез. То есть, или нужно что-то очень аккуратненькое, или же, когда есть что показать, когда ни туда, ни сюда, то я думаю, что вот такой топ способен спасти ситуацию. Платье выполнено из бескозы. Сейчас сниму кардиган. Покажу вам. Оно с коротким... Сейчас видно, оно с таким коротким рукавом. Мне кажется, что вот эти рюши внизу меня немного полнят. Кардиганчики есть в разных расцветках. Они супер милые, очень приятные. Это хлопок. Здесь такой интересный рукав. Если есть что-то на лето такое, набросить просто, знаете, когда прохладно, то отменный вариант. Но я бы лучше взяла какую-то простую юбку, более такую гладкую, без вот этих всяких штук и топ. И тогда это смотрелось бы более красиво лично на мне. Цвет у кардигана милейший. Прямо аж кричит о весне, о лете. И стопроцентный катон здесь. Шлепки крутые. Мне они нравятся. Они очень мягкие. Поэтому буду искать на размер больше, так как 37 конкретно в этом случае мне малые. В магазине CCC я нашла марку, которая довольно популярна в Польше. Это бюджетная обувь под названием Dizzy. Я думаю, что в каких-то других странах они также представлены. И здесь вот есть несколько моделей эспадрильев. Вообще-то у них на сайте их миллион. Но хочу померить вот такие карамельные. Девчонки писали мне, что они классные. Нет, ну смотрятся очень симпатично. И 38 как раз по длине хорошо, но у меня упирается палец. Я хотела спереди открытые. Как помните, те из Reserved. Но с темой, конечно, не вариант. Я еще подумаю, что делать. Вот это я сегодня оторвалась. Я, конечно, не купила все то, что вы видели. Но, тем не менее, я обожаю снимать такие ролики. Я надеюсь, что вы как-то отвлеклись, развлеклись. Возможно, даже вдохновились. Если вам видео понравилось, то не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Этот ролик никем не спонсирован. Я сама с интересом примеряю какие-то вещи. Мне это нравится. Я люблю наряжаться. Пусть даже просто для настроения. И также я хочу вам сказать, что больше всего мне понравилась коллекция H&M. При том, что это далеко не мой любимый магазин одежды. Но вот как-то в этот раз было очень много классных находок. И по адекватной цене. Потому что ценник в Mango и в Zara, например, для сравнения, часто завышен. И я вам даже показала какие-то там жакеты и платья. На самом деле с ними такая же история. Это гораздо дороже. И в H&M не нужно выжидать каких-то скидок. А если еще поймаете что-то на распродаже, то вообще будет здорово. Буквально за копейки можно это приобрести. Скидки у нас не за горами. Добавляйте себе в любимое, если что-то приглянулось. И потом можно будет приобрести более выгодно, если вам это надо. Также хочу сказать, что я постоянно слежу за статистикой. И у нас, так как я сказала, уже давненько открыли торговые центры. Примерочные открыты. Я никого не обманывала. У нас можно примерять вещи. И вот статистика у нас положительная. Например, за вчерашний день всего один зарегистрированный случай заболевания. При том, что люди у нас выходят на улицу. У нас уже давно разрешено гулять. Но все ходят в масках. Я уже как-то постоянно с ней даже не снимаю. Забыла. И дезинфицируем руки. Нужно также соблюдать социальную дистанцию 2 метра. И это, собственно говоря, все. С утра было очень мало людей в торговом центре. Но сейчас некоторые магазины стоит очередь. Потому что толпы в магазинах находиться не могут. Еще я посетила Росман. У нас сейчас там скидка 55% на всю декоративную косметику. Начиная с Эволайн и заканчивая Max Factor. Таким middle market. Также сейчас там появился NYX. Купила кое-что для следующих видео. То, что давно уже присмотрела. Я уверена, что это будут классные и недорогие находки. И я выжидала вот этой акции, чтобы что-то более выгодно приобрести. Сейчас я отправлюсь домой. Так как Томак с детьми наверняка уже ждет меня. Еще раз спасибо за внимание, за просмотр, за поддержку, за комментарии. Напишите, какой из образов вам понравился больше всего. Лично мой фаворит это самый первый наряд из H&M. Это то, что я могла бы надеть, выйти и ходить так хоть целую неделю. Потому что это комфортно, это красиво, это стильно. Это очень-очень удобно. И ткани, и модели. Все то, что мне нравится. И также я хочу вам сказать, забегаю наперед, что мне очень-очень понравилось платье из Zara. Я нашла свой размер. Я также его приобрела, потому что я знаю, что оно не будет лежать без дела. Язык заплетается. Я с вами прощаюсь. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.